Мурат и Швед. Второе противостояние. В первом противостоянии у нас выиграл Мурат. Так, победу в этом красочном бою единогласным решением судей одержал Мурат! Долгожданный реванш. Лично я его очень сильно ждал, поэтому давайте обсудим. Реванш будет на руках и многие люди, с которыми я общаюсь, считают, что в реванше, учитывая, что бой пройдет на руках, у Игоря Шведа намного больше шансов. Что ты думаешь по поводу этого? Слушай, ну давайте будем откровенны. Первый бой я смотрел и Мурат выиграл за счет борьбы. То есть, если в реванше мы борьбу убираем, то шансы у нас более-менее равны. Я все равно фаворитом ставлю Мурата, он физически выглядит крепче. Но Швед оказал в бою с этим маленьким парнем Метро Люблино то, что на руках он драться умеет. Напоминаю, бой будет 10 апреля в прямом эфире. То есть, вы сможете смотреть в прямом эфире и потом сразу же выпуск будет выложен на YouTube. Поэтому обязательно не пропустите. 17.00, 10 апреля. Мурат, ты что думаешь? Вот то, что бой пройдет на руках, вообще как-то это... Ну, хуже ли для тебя это, чем по ММА? Ну, в первом бою ты, получается, выиграл борьбой. Вот тебе не смущает то, что... А почему борьбой? Ну, ты борьбой вот его потал, свырял, его прогибы. Все же, конечно, это дерутся. И борьба бывает, и руки бывают, и ноги бывают. Почему именно борьба? Борьба – это валяться, там, обниматься, если драться, то на руках. Так не говори, борьба – это борцы. Ну, это просто валяться, там, обниматься, надо на руках драться. Я тебе твой шерстяной пояс заново еще раз, второй раз подарю. Будешь с ним справляться как-нибудь, с Вадимом там разбираться, не знаю. Ты же сказал, больше драться не будешь. Походу, у тебя все на мефедром, все бабки спустил, да? Уже с бичами смотрю, там, с алкоголиками дерешься. Олег Монгол, следующий кто? Иришка, чики-пики будет. Или там, не знаю, бык этот, егошний друг. Там конкретно 200 тысяч получил, думал, все, карьеру закончить можно на всю жизнь бабок, что ли, хватит. Вот видишь, закончились. Света, почему ты считаешь, что у него шерстяной пояс? То есть ты считаешь то, что первый бой... Не, ну и сказал, я все, карьеру закончил. Там пачку пятитысячных увидел за 10 тысяч, там, коспас всю жизнь. Тут пачку увидел, пачку увидел пятитысячных, подумал, что все, короче, будет непобедимый, там, всю жизнь будет тратить, три бизнеса откроет. Просто забыл, что здесь в Москве 200 тысяч это ни о чем. Да. Уже после этого там с бича ветерся, там обнимался. Говори, говори, я тебя слушаю внимательно, говори. Задушил там бича этого. Тебе вообще как самому-то выйти было? Тебя лично задушил я сейчас руками. Не чесался там после него, ничего не загрязнулся. Да, прямо на стойке я тебя задушил сейчас руками. Собой говорить не хочу я вообще вот. Ну просто всю кабину расшибу здесь, даже думать нечего. Я видел, как он грушит. Вот так он грушу бил, типа, я этими ударами обоих завалю. Вообще смешно даже, лучше б не позорился. Я ему сразу написал, удаляйте сторис, что дурак, вся Россия тут ха-ха смеется. Слушай, Игорь, ну вот в бою же пару ударов рукой ты все пропустил? А сути я удар Мурада или нет? Да нет, когда вставал, не видел, вот не видел, он там снизу бил. Из-под тишка нельзя, наверное, так сказать, да, что это бой был, но... Слушай, ну в стойке, вот как думаете, против Мурада в стойке? Вообще он не какущий в стойке, я думаю, он просто сам не понимает, куда он вбежался. То есть ты уверен, что ты его перебежь? Я ему просто как у панды сделаю два уточки. Короче, Шерстану поясню забрал, при этом я тебе Шерстану наскидал. А сейчас Шерстану я трюсил тебе на стойке, прямо на голову я одену. Ты знаешь, ты чтоб свитер не замерз, я тебе свитер принесу. Много говорить не буду. Игорь, в первом бою, да, у тебя была прямо такая ненависть, да, можно сказать, к Мураду. Сразу. Вот эта ненависть, после боя мне показалось, что чуть подутихло, она... Вот сейчас она есть или нету? У меня не то, что ненависть, а агрессия, вот так сказать. А ты чё по нему не видишь? Она сейчас есть агрессия, конечно, я бы ему сейчас тащил бы вообще без базара. Вон давайте ринг поставим, здесь сейчас рубанёмся. Чё нам завтра ждать, перчатки оденем там или когда 10-го? Оденем сейчас здесь рубанёмся. Ты тогда тоже так говоришь, бля. Когда так говорил, ты затроил там где-то месяц. Месяц там кололся. Все тебе просто жесть, все таши тебе за голову берут, все таши тебе, бля. И при этом ты ещё раз говоришь, что ты натурой, бля. Ты хоть слово понимаешь, в чём ты говоришь? Тебя слушают даже противно, бля. Я тебе предупреждаю, бля, лишнее слово не говори здесь. Я просто молчу на тебя, смотрю. Пока что не было, пока что просто болтаешься, это ничего страшного. А если чё, лишнее, какое слово? Что шерстяной пояс для тебя, это не лишнее слово, что ты в натуре победитель шерстяного пояса, это для тебя нормальное слово? Бля, а чё ты тогда его забыл с тобой? Лишнее, говорит, не говори. Нет, зачем ты тогда с тобой забрал, ты сам принёс, сам же забыл живу. Мурат, а ты вот видел бой Игоря с метро Люблино? Вообще не смотрю. Нет? Честно не смотрю. Но это боясь профессионал, и честно сказать, учитывая, что он профит. Как не видел, он комментировал мой бой, что знаете, не видел. Как зовут этого пацана? Его зовут Саид Люблино. А, Саид Люблино. За него ты болеешь? Да, за Саиду болеешь. Комментировал, я тогда так посмотрел и всё. Я там сидел просто так смотрел. Но я сто процентов знал, что он его не оставил. Но знаешь, я сейчас скажу, Мурат, только к вечеру у себя приходит. Мурат, по пять дней не спит ты. Честно сказать, Игорь, Мурат, Мурат. Честно сказать, Игорь несколько раз по нему попал. Даже учитывая, что он профит, всё равно несколько раз попал и достаточно неплохо. Да, он тоже попадает, а ничего не делается. Я причём, причём я смотрел, они ещё сделали реванш именно по боксу. И он себя хорошо показал. У Тарасова на канале. Да, я смотрел этот бомби, стало интересно. Потому что Люблино также его выиграл с помощью борьбы. Потом они побоксировали. Швед как бы проиграл, но показался достойным. Мне кажется, Мурат, ты вообще не тренируешься. Не, тренируюсь, честно сказать, пару дней походил. Качалку? Да, так, чисто в бассейне туда-сюда. Физическая нагрузка и всё, без боёв. Да, да, да. Честно сказать, сейчас говорю, я не боксил, никогда не боксировал, короче. Но нету страха выходить против такого зелья. Конечно, у него страх, ты посмотри на него, моя позиция сидит, у него лицо попросило. На него не воспринимаешь его? Почему не воспринимаешь? Чем связано? Ты не рассказывай сказки, страха нету. Он так ведёт себя, что я вообще не воспринимаю. Я ему написал, есть у тебя вопросы, приедь, мой адрес такой-то. А ты послушай меня любое время, что он говорит, что он говорит. Мой адрес такой-то, клянусь, могу смс-ки показать. Если у тебя есть вопросы, ему адрес такой-то приедет, я ему в 3 часа дня написал. Это когда недавно было? Ну да, недавно. Он прочитал, я не буду там наши разговоры рассказывать. Ну написал, хочешь что-то сказать? Почему ты не будешь говорить? В 3 часа дня он прочитал. И ждал, пока я усну там до 2 ночи и в 2 ночи. Говори адрес, я подъеду, когда уже не мигало, что я там в инстаграме это зелёное. Говори адрес, я приеду, я потом пишу. Не-не, просто двух словах скажу, вот это не хочу даже, короче, сейчас не спорю. Говори, с пацаном едем, короче, в кофе ехали. Короче, я же в инстаграме вообще не сижу, мои пацаны сидят, короче. И нет-нет, они меня не учили, сейчас в последний месяц честно сказал, вот захожу, что-то знаю и выхожу, короче. Да я не поймал, что твои пацаны мне так ответили. Знаешь, почему они мне написали? Они, короче, мне видео отправили, что он там туда-сюда у меня валялся на полу, короче, там туда-сюда, как пускай со мной боксируется, не боксируется. Из этого это все нашел, короче. Я думал, что, бля, боксирую, побоксирую и деньги тоже заберу. Как есть, говорит, что говорит, да. И, короче, туда-сюда, и что-то там нагрубил, короче. Я говорю, ты где? Да ты нагрубил! Я, по словам, его назвал, я говорю, скинь сюда адрес, говорю, прямо сейчас я иду, короче. Кинусь, адрес тоже не пришел, взял на видео, звонил, видео тоже не поднял. Как я, короче, увидел, сразу позвонил, короче, и все, потерялся он. И потом пацаны тоже мне говорят, оставь его, нахуй тебе нужно. Извиняюсь, короче, зачем тебе нужно, оставь голову, короче, туда-сюда. И он мне, в час ночи пишет, он в три дня это прочитал сразу же, и в час ночи пишет. Ну, такое даже не вариант показывать, на самом деле, очень жестко. Ты слышишь, да, меня? Я тебе и тогда сказал, и сейчас говорю, просто будешь, хотя бы чуть-чуть, мужчина, да. Деньги еще, это ерунда жесть, вот вести себя, за деньги так вести себя. Как я себя веду, людям открывают глаза, ты просто михедроновая голова, что ты даже не понимаешь, что ты говоришь, слова эти шерсть, не шерсть, у тебя просто как из мусорки изо рта летит, ты даже измечаешься. Как ты, короче, я гуляю. Чего ты не видел, челюсть натирает, он два раза, три года. Пока ты, как ты говоришь, это не делаешь, занюхаешь. Тебе ебешь, что я делаю в моей жизни, а? Слышь, ты лучше скажи, ты же карьеру завязал, что бабки кончились, вот пришел, опять развязал. Ты там провоцируешь, давай, короче, давай по боксу, давай по боксу, давай по боксу, вот решил, чтобы по боксу. А бича зачем бил? А? Алкоголика бил бича. И что за него говоришь, что ли? Зачем бил? Аху ты его бича называешь, скажи? Просто мне, алкоголик. Зачем ты вообще один из дверей не сидящий, послушай сюда. Для меня он просто алкоголик бич. И зачем я его вообще бича называешь? Он для меня бич, алкоголик. А он видел, как он бутылки собирал, он в своей хакасии бутылки собирал, на свалке с бичами жил, его отмыли по времени, и что он порядочным стал? Ты что, забродил, заблатовал? Да он, я потому что по факту говорю свои вещи свои. Он жил, бля, на свалке, нахуй его отмыли, и ты с ним там обнимаешься. А что говорить-то? А что, блин, нельзя же не разговариваться. Ты что хочешь в жизни делать? Вообще с тобой ясный ход и есть. То есть ты считаешь за спаром драться с монголов? Ты бы не вышел бы с монголов. Может с помытым бы. Ну просто я бы перед этим не говорил, что я завязываю карьеру, а потом еще и с монголов выйти. Я завязываю, не сказал, послушай. Ладно бы он там вышел с кем-то. Понятное дело, деньги зарабатывают. Когда меня спасили, когда меня спасили. Я сказал просто, я не хочу драться, короче. Я драться тоже не хотел, из-за тебя я подрался. Это монгол тоже до тебя было, короче. Я его знать не знал. Опять так повторяюсь. Я пришел туда, мне дали соперника, я с ним не хотел. И как обещал тоже, я его руку не поднял. Уже у меня выбора не было. Вшел, аккуратно зашел оттуда, короче. Во-первых. Во-вторых, то, что ты завязал, не завязал. Ты же мне говоришь, деньги шел, типа. А ты получай-то сам зашел за деньги. Я опять меня справочил, да? И деньги хочу, и тебе хочу размазать. Ты же мне говоришь, шел деньги. Если что, не буду, я не могу свое мнение поминать что ли. Мурат, что ты хочешь, деньги или размазать? Что хочешь больше, деньги или его размазать? Его хочу размазать. Больше? Давай тогда гонорар 2 раза пейдеры. Эти деньги тоже, брат, я себе карманы их не поставил, как прежде, короче, да, они пойдут там, там. Под барыгом разлетятся на гидру, на сайт сразу там, в биткоинах полетит там монета. Да, вот так дело тоже человек должен быть. Каждый раз швед тебе намекает на то, что ты там как будто алкоголик, что-то там употребляешь, там незаконное, вот с чем это связано? Он всегда, вот первое видео, которое когда вышел, короче, да, с этого он постоянно мне говорит, пусть говорит, да, бро. Пусть говорят, Андрей Малах, он слышал это, смотришь передачу, то же самое, да. А че, не кайф тебе, скажи, как есть, а образ жизни спроса нет, а вот это пиздобойство есть, а ты постоянно пиздишь, что карьеру завязал, то не употребляешь, то вообще там, малахи не подамся, ты мне твоя голова деревянная. Честно, не делаю. Мурат, а как ты думаешь, вот Игорь, там, Меф и Меф двигаются по этой теме? Блин, я не знаю, чем он занимается, я не могу за него ничего сказать. Я любой тест могу поставить, нахуй, что я делаю, за то я не отрицаю. Про кайфы это понятно, давайте так, вот, какой вариант будет боя развития, расскажи, пожалуйста. Он вот так выйдет, потому что только кайфует, не интересно, честно. Да я расскажу, как будет. Да я расскажу, как будет, потом пусть он расскажет. Вот как он грушу вот эту билную вот так вот, он просто выйдет, ну, в зале там своем, он вот так вот, как бабка билную, пузом терся. Мурат, ты как думаешь, бой досрочный или до конца будет все-таки пройден? Я не знаю, как Сивиш не даст. Вообще правила, давайте, если вы не знаете, да, не в курсе, три раунда по две минуты. Честно, я не знаю, какие там правила. Три раунда по две минуты, бокс, перчатка, ММА. Перчатки или, короче, ММА, короче, открытые, да? Мурат, у тебя, я знаю, то, что проблемы с челюстью, не боишься за нее? Все-таки у шведов пушечные удары. Боялся бы я, не боюсь, конечно. У него пушечные удары, не боишься? У всех есть травмы, у всех есть все, короче, да, у меня в трех местах сломаны. Я просто даже не знаю, что говорить, хочу уже поскорее в этот ринг. Вот тогда мне понравилось. Посидели, поговорили, пошли в ринг, залезли. Вот я бы просто сейчас ему всю кабину бы отбил. Просто не хочу его ударить, тем более он говорит, челюсть там в трех местах. Не бей, не бей, не бей, у тебя очень сильный удар. Что-то, что-то, потом, бля, сам себя гонорара лишать не хочу. Бля, я знаю, что, вот я разговариваю тоже, если ты не мог бы, ты давным-давно где-нибудь тебе потеряли бы. Сам себя гонорара не хочу лишать, просто тебе бы давно уже отцовское чипалах отдал. Это серьезно, бля, это свет, 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 свет. Я веду себя, я веду себя, ты уже здесь сидишь. А ну поясни мне это алкоголиком валяется, подожди. Ну вот с этим алкоголиком, Олег Монголом, валялся ты? Где валялся? А вот там валялся, бля, где ты? Ты знаешь, где ты валялся? Вон там где? Скоро за 50 тысяч с Берковой будешь валяться. Вот этот эпик файтинг, где весь брод собрали алкоголиков, бичей. И вот ты там валялся, бля, что ты там не валялся? Лучше с ним валяться, чем с тобой валяться. Еще с ними со всеми там кинтовал. Они там на стримах видео снимают, как друг друга мочи обливают. Шляпой полбу дают, а ты там с ними всеми, блять, брат Мурат на эпик файтинге. Нормально все, что за образ жизни спроса нет. Просто не дай бог заедешь куда-нибудь, ты там за эту Елену Беркову не разберешься. Из-за монгола, бля, вопросов будет столько к тебе, чтобы я сам знаешь. И в натуре эпик файтинг, это ты в честь тебя, я походу и назвали это шоу. Ты и есть эпик файтинг. Я-эй. 24, блядь. Полетели. Полетели. Ладно, Швед, ты скажи, хороший трэш-токер, там на язык подвешен. Вот честно, хоть готовишься к бою? Ну так, хожу в зал, да, хожу в зал и готовлюсь. Ну не скажу, что там как профессиональный, не как Мариф Пираев, там в Таиланд не летая. Не как Альфреда. Пока Альфреда бабок мало дает, в Таиланд не летая, но скоро может всех ронять. Ну так одного другим. Ну хоть два раза в неделю ходишь? Одного другим три даже. Даже три раза. Обалдеть. Вот потренируюсь сейчас на нем, еще на другом. Слушай, ты вообще зарабатываешь? Да, я зарабатываю нормально, хорошо. Игорь, смотри, ну что тебе в Мураде не нравится больше всего? Ну что бы ты прям выделил? Вот из-за чего ты прям вот хочется побить? Пиздит часто. Вот это не нравится. Чисто не соответствует своим словам там вот эти моменты. Ну где есть какая-то конкретика? С карьерами там, с вот этими моментами, что говорит, не соответствует. Например, например, скажи. Сказал там таксисту, пидарасам буду отдам 400 рублей. Даже после того как это видео всплыло на миллионную аудиторию, даже после этого не подошел, не сказал на в натуре 400 рублей, чтобы просто в голове это не гонять. Сейчас просто в голове это не гонять. Я тебе в прошлый раз таксист этот вопрос задал. Подожди, я это слово сказал, базара нет, я это сказал. Я это сказал, я говорю, доехали до дома, вот это слово тоже назвал, я отдам. Он не поехал. Во-первых, это его вина, не поехал. А если поехал бы, я ему отдал бы. Во-вторых, смотри, я тебе сейчас не скажу пидорасов, будут сравнить себя с этим человеком вообще. Я тебе говорю, не говори такие вещи. Говори, по сути, как-то что-то... По сути, тебе сказал, по сути. По сути, сказал тебе, я ты 400 рублей не дал. По кайфу, нахуй не дал бы. По кайфу, кайфуй, ёба. Вот кайфуй уже, бля. Кайфуй дальше, ёба. Нихуя себе, бля. Хуй ты не вылупился, чё ты так смотришь, ёба. Давай, 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 давай. Чё ты не смотри на меня, бля. Я тебе посмотри, бля. Бойся, нахуй. Тормози, да ну, нахуй, бля. Таксисты, не таксисты, бля. Ты сам, как таксисты, через два-три месяца дальше пойдёшь, тобой хрустить по 400, да, обязан ты мне, обязан, давай, говори, ёба, всё, чё, обязан. Ты мне по жизни обязан, тебя видишь, в свет вывел, нахуй, вон самфиты на тебя светят. Обязан. Так бы сидел-то в натуре в подвале дальше, никто б тебя не знал. Кукурузу бы обронял, если б не я в натуре, таксист бы тебя только знал. Тебе как я сидел, тебе даже не присниться, это во сне даже, бля. Я знаю, где ты, где был и где не был, бля, всё я знаю прекрасно, бля. Бля. Ростовские путешествия, ну. Ростовские, любого соедини, прямо сейчас со мной, любого, соедини, потому что если ты мужчина был, хоть одного соедини, как я плохо сидел или как что было, соедини, как мужчина, нахуй, вот здесь соедини мне. А если не отвечать, тебе пизда, бля, ты, бля, извините, конечно, за выражение, бля. Это что ты вставил? Это вот человек, кто за него говорит, говорит, у меня желания нету, что-то на громкой связи говорить. Кто такой хор, бля. Потому что он начнёт газовать или что-то. Он сказал, приведи ты меня на это. Я, кстати, придумал. Приведите меня на это шоу. Что-то его там встречал с лагеря. У кого он денег занял, и блязь, соскочил. Чё ты говоришь вообще? Чё ты занял денег у человека? Чё ты говоришь вообще? А чё там может быть вообще? Я не блогер, не боец. Я для себя вывод сделал, кто он есть и всё. Я для себя вывод сделал, кто он есть. Знаешь что-то без... Знаешь что-то без... Смотри сюда. Что он шваркнул на бабке, они его с лагерем встретили, он денег занял. Скажи, как было, и все. Я мужчина не буду. Если я сейчас был в Сауру или где-нибудь, что-то такое, в Ростовске тогда он говорил, потом на конференции он говорил, короче. Короче, когда я вышел, короче, за городом смотрел, он меня встретил, все-все-все, короче, отдохнул, он мне познакомился с этим человеком, короче. Ну, я не хочу за него плохой говорить, ничего, все нормально, ну, уехал, все-все-все, и приехал я в Москву, короче, домой поехал, где-то месяц, наверное, два прошло в Москву, короче, так были, изредка, короче, общались по одноклассникам туда-сюда, и на тот момент, короче, ну, близкие такие были, не скажу, такие близкие, но такие отношения были. Я ему попросил тысячу рублей, закинуть, говорю, короче, есть, ну, нужно было, короче, как обычно, у меня просят, я закидывал пацана, вот так, короче, закинули эти тысячу рублей, короче, проходил, я даже забыл за эти тысячу рублей, ну, более, вместе сидели, отдыхали, мы его позвали за столом, короче, Я даже забыл взять тысячи рублей, ему вернуть даже у меня в голове не было. И проходит два-три месяца, и мой брат ко мне звонит. Такого знаешь, ты там 10 тысяч занял, он туда-сюда пропал. Ты у него занял? Да, я занял, а я взял тысячи рублей. Кляну за Аллаха, месяц я не в руках, тысячи рублей. Ему это не нужны деньги, когда человек на X5 ездит, в доме живет. Я сразу долго не думаю, по видео звонил, он поднимает и я вижу его. Я говорю, эй, Арсан, за Аллаху, ты что, какие годы тысячи, 10 тысяч я у тебя взял? Ты там потерялся, там туда за тысячу рублей. Арсан, это который по телефону? Да, вот это кто сейчас на свете. За тысячу рублей, короче, я говорю, ты что, за тысячу рублей, короче, вот так как он начал, я говорю, эй, с тобой понятно, отправлю твои тысячи рублей тоже. Я говорю, пошел на хвост. Просто я не люблю такое место, когда столом сидим. Он сказал, говорит, он мне позвонил, спустя полгода. К чему говорю, я это же по самому, я тебе за тысячу рублей, что он говорит, дай ему тысячу рублей. Я просто даже пожалел, что я за стол даже пустил, короче. И я не отдал эти тысячи рублей, брат. Отвечать не отдал, брат. Было все по-другому. Ну, все было по-другому. Как он приподнел. Ростовский, не Ростовский. Он по-другому все приподнел. Ростовский, как мы встретили, я тебе говорю, я тебе вообще там не прислится, бля. Зачем ты перебиваешь-то сейчас? Вообще не прислится. Он по-другому все был. Ты мне хоть кто сидел, скажи-да мне, как ты вообще жил там, бля. Вот так же ты там жил, это сто процентов, бля. Сто процентов уверен, что ты там не жил. Махачкалава, который вот так там был, ни в чем себе откажут, всю Россию этапу проехал от Москвы до Яркутки, это знать не надо, по крайней мере на тысячу точно никого не шваркнул, за мной такого не водится, что я там этого на тысячу шваркнул, у этого пятихатку занял, я лучше с голода умру, чем позвонить Альфреду или кому-то сказать, дайте мне тысячу там уехать, поесть, мне просто это блять. Чисто стремно, я пойду блять в роду или что-то сделаю, чем-то блять, просить блять, кидать блять, за квартиру, если я сейчас начну за тебя говорить, ты просто обошелся в нахуй здесь, блять, просто я говорю тебе не дашь, тебя бы квартира была, я тебя бы кинул, припарковал, только успевал, подписывал, значит него? Да блять, вообще забуду я его, блять, просто не хочу, он не достой, что я объяснялся блять. Я же кинул всех на хаты, сколько его за деньги блять, сколько за тёлки его чмарят блять, как его хуяси здесь блять, просто пару раз посмотрел, мне даже противно было смотреть короче, даже просто не хочу сейчас подраться. Что он кидает ли сейчас, да, слушай, что я кидаю на хаты людей. Да он конченый чёрт, блять, просто его надо побить, блять, поэтому разозвиси ещё раз хочу тебе побить, блять, за это чисто же. Да ты чёрт, закатай матор. Слышь, он даже не дослушал, видишь, как он нямичь, как Бирослава заговорили, он даже меня не был, он вам рассказал, как он тыщу занял. Я-то могу приколоть, как был он сам, я тебе ещё раз говорю, он вышел несколько дней, я здесь ничего не соврал, я здесь ничего не соврал, я здесь ничего не соврал, я ничего не вру, со слов пацанов говорю. Не со своих, а вот с Асланом, кто его встречал, они сидели, он был нормальным пацаном, ну просто среди мужиков сидел, не там, не в шерстяной массе, не где-то, среди мужиков, среди нормальных людей он сидел. У него был товарищ, который позвонил этому Аслану и сказал, у меня выйдет друг, встретьте его, как полагается, всё тот сказал, без базара нет. Не он же был, другой человек был, другой человек, у меня есть фотографии, такой же прической, как у меня, тёмный такой, здоровый. Есть у меня все эти фотографии, он тебя сейчас вбей взять, подожди, подожди, ты такой не доедешь, ты меня дослушай, ты меня дослушай, и он тебе расскажет, как было, он тебе расскажет, буду. Мне зачем ваши, твои друзья, мне прикалывают, мне зачем бой Ваха-Баха, всё, короче, его кричат, пацаны, два-три дня кайфуют там, отдыхают. Он там говорит, мне покурить, ему там стакан шмаль, ну чё, хуй, как полагается, у нас как бы, ну что, человек освободился, его встретили, всё дали. Берут ему билет домой, в Дагестан, там, то-сё, он два-три дня с ними потусил, ему купили билет, дали телефон, там, телефон, сим-карты, вот эти, ну, моменты. Что первый шаг, а чё ты тысячу занялся, с пустяком, да, так, чтоб ещё во втором лежала, да, тысячу занялся, два месяца спустя, два месяца спустя, два месяца спустя было, за тысячу. Короче, купили ему билет, купили ему телефон, фонарик, там, сим-карты, всё, что под фонаром на ноги стал, взяли билет домой, что родители повидал, то, что... Дни пять прошло, он звонит, говорит, займите там пару копеек туда-сюда, он говорит, я ему занял, даже не занял, говорит, дал, просто дал, не занял, чё там занял, Ну, тогда он говорит по 10 тысяч долларов, бля, и просто он... Я, ты сам так считаешь на 6-й этапу, а? Послушай, он соскакивает со свежи после этого. Только как ты, чёрт, бля, он после этого, бля, Бадим, я шоку, и жечь, бля. Короче, он после этого соскакивает, трубку гасится, он, короче, трубку отключает, гасится, потом становится известным, этот Аслан его где-то увидел, звонит не ему, менеджеру, там, типа, как связаться, я Аслан, то, сё. Начинает с ним разговаривать, у них непонятки в разговоре, этот говорит, скинь карту, я тебе, типа, закину, там, сколько должен, тысячу, или две. Да, и 50-две закинул. Он ему говорит, ты чё, эй, бай, гонишь, я на последнем X5 езжу в трёхэтажном доме, живу, суть не в деньгах, там, суть не в деньгах в этой тысяче, а что ты на туре себя так повёл. Где-то гасился, там, из-за этой тысячи, пока вот так не всплыл в такси, пока в такси не всплыл, гасился бы до тех пор за эту тысячу. За поступок, что ты его швакну после этой тысячи, он хотел, может, с тобой дальше общаться, а ты после этой тысячи загасился там, бэй, не здрасте, не до свидания чисто, всё, тысячи. Там не тысяча была, я не буду сумму уточнять, я не знаю. Игорь, на самом деле, если чувак, ну, реально даже не то, что эксперт, просто какая-то машина есть, да, если машина есть, какая-то даже, ну, хотя бы. Ему обидно не за деньги. А за что? Обычно людям, ну, на тысячу рублей они вообще забивают. Да ему так же и забил, он сказал, я не хочу там какие-то ваши шоу, или чё-то, я бы сказал, если он там увидел где-то. Смотри, мы сидим, отдыхаем, да, например, и там кто-то из вас попросит тысячу рублей, я дам, Я потом просить не буду, ну, то есть, типа, если, тем более, парень. Ну, или там сумма большая, ой, просадки. До этого люди каждый день, я с тобой каждый день созваниваюсь, пишу, Альфреда, как дела там, чё, кого, чё сегодня делаем, чё завтра. А потом тебе говорю, братуха, чё, дай тысячу, ты мне тысячу кидаешь, и всё, утром мне, как дела там, всё, я уже там не отвечаю, а через три дня вообще уже абонент, не абонент, и как будто никогда не общались. До этого там всё, айу, каждый день на связи, тысячу взял, исчезну, вот, ты бы подумал. Я не делаю, брат, как телефон и меня, брат, и заложил, и продавал бы, и так, брат, где-то оставил бы волокон, не то, что он. Я, брат, любого человека, которые ушли на мир... Ты совсем говоришь, мы никому ни одного мы не видели, не то, что таксисту бы этому, другому таксисту бы вообще пятак дал, по итогу этому даже 400 рублей так и не отдал. Тебя только я сейчас кину, подожди. Этому дурачку, нахуй. Жаль, у тебя хату нет, я бы тебя тоже на хату швакал, чтоб в интернете писали, кинул Мурада на хату, и ещё там кого-то пятерых, что умер, и там с головы. Они кинут были, у вас духа не хватит, любого на хуй было. Да вот я не хочу кинуть, на чё твои штаны, блять, эти, в которых в 15 роликах ты снялся, на чё тебя кинуть? Они мои самые любимые штаны были. Люби их до конца своих дней. Бывает такое, когда ты не сильно любишь. А такие штаны у меня, если чё. У меня были любимые шерстяные носки, тебе подарил. Дайте мне две минуты, по-братски, короче, сейчас это, у которого он говорит, я с мамой сейчас, по-братски две минуты. Я кроме этого ослана, знать никого не знаю. Я кроме этого ослана, знать никого не знаю, ты можешь сейчас звонить своим друзьям, одноклассникам, кому угодно. Да, 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 сейчас секунду, секунду, секунду. Я его знать не знаю, кроме этого ослана, никого не знаю. Ну, сейчас ты его знаешь, он тебе башку на хвост несёт, блять. Да отдыхай ты её, башку снесёт, ты за себя сам разговаривай, блять. Слышишь, помнишь это, короче, мага Уславинский, короче, вот номер, у тебя же был его? У меня есть на другом телефоне он. А помнишь номер на угарке Джуашвили, блять? Пусть подъедут сейчас все сюда, пусть тянутся, блять, и ноги его позови. Я-то никому не звони, я сам за себя разговариваю. Я один приехал, пришёл, у меня вон машина припаркована. Мне не надо с собой 15 человек водить, чтоб тебе фары протереть. Я за такими, как ты, смотрел за тысячами, вы ко мне за советом ходили. Да когда в жизни будет что-нибудь звонить, я с пару советов давну, может у меня останешься. Слушай, швед, тебя не оскорблят эти слова? Да он блядь, мне... Ничего бессонного! Не, я честно тебе скажу, например, со стороны слушай, ну вот типа, если бы мне сказали там, пидорас, укинулся бы в драку сразу. Вот тебя это не цепляет, ты пропустишь мимо. Да он, блять, вафел, я десятого ему башку расшибу. Сейчас чё кидаться, вот эту публику показывать, чтоб нас охрана тут схватила или чё-то? Зачем мне кидаться на них, блять? Я же был за... Я думал, блять, а зато пайс хочет сальто сделать или чё, блять? Веди себя как мужчина, блять, не веди себя как тряпка. Вот эту хуйню не надо исполнять. Успокойся уже, блять. Блять, ну не веди себя так, блять. Короче, пацаны, у вас прям какая-то жёсткая личная неприязнь. Швед, скажи, вот сейчас будет второй бой, после боя по рукам дадите или продолжится вот это у вас встреча? Да дам я ему по рукам, чё я ему не дам, он же не мастёвый никакой. И у меня всегда поздороваться, попрощаться для меня там, какой бы человек ни был, это как-то, ну, мужское. Люди пришли, здороваются, там, прощаются. Какие бы враги ни были, сами там между собой, пусть выясняют. Ну смотри, если выигрываешь бой, трилогия будет? Третий бой? Рассчитывать? По-любому я его выиграю, и по-любому будет третий бой. А, хорошо, первый бой был ММА, он выиграл. Второй получается по боксу. Руки-ноги, третий бой, руки-ноги. Давайте так, если выигрывает Швед, делаем третий бой, руки-ноги. Это самое идеальное решение, если он выигрывает, ты согласен? Давай это проведем, чем мы решим, да. Ну ты еще готов? На третью трилогию готовиться? Я везде готов. Просто с первого не надо, короче, пригоди. Вот это решим, а потом дальше пообщаемся. Но в победе ты уверен на 100%, в победе 100% уверен. Я не могу быть уверен ни на что. Я уверен на 100%, что потушу его в этот раз точно. Альфредо, ты вот со стороны видел наш бой, как мы валялись. Видел в стойке, там более-менее, маленько. Как ты думаешь, кто выиграет? Ты видел, как он у Томаева в стойке себя показывал? Ты видел, как я влюблен. Да, смотри, сразу отвечу, Игорь. Испи, раз когда у вас бой по ММА, 95% я давал Мураду. Сейчас, наверное, что-то типа 50 на 50. Объясню почему. Видел, как ты работаешь в стойке. Ну, понятно, что там не уровень, но шансы как бы есть. Ну, наверное, 60 на 40 в пользу Мураду, но все равно шансы хорошие у тебя все равно. А, Рай, ты что думаешь? Слушай, давай с тобой сделаем пари. Ты за шведа, я за Мурада. Давай. По 100 тысяч. Я за Мурада, ты на шведа. Да, всю заплату свою отдашь. Давай. Послушай, да, отправим, короче, чисто на благотворенность. Хорошо? Если что. Я туда еще 50 добавлю. Если я выиграю, 100 тысяч добавишь ты. Эти 100 тысяч, еще я добавлю, короче. А он не отдаст жизни какие 100 тысяч? Ты что? Ну, хорошо, да, я думаю, может быть. Надо езжать тоже, достаточно. Давай. Не жми ему руку, ты что это? Звоздух. Тем более, сейчас такой месяц, брат, короче, это очень хороший поступок. Самая грамотная тема шваркнуть его на гонорар. Почему? И хайпа будет много. Чего? Ты таксиста кинул, имеешь право, а мы что, не имеем права? Все, одиноку, жалуйся, кому хочешь сказать. Вот хайпа будет, он там пилогрит будет, если ему гонорар не дать сказать. Все, жалуйся, кому хочешь. Мы тебя кинули. Слушай, слушай, э, кинули. Переведем тебе, сказать, через неделю, запиши мой номер. Да, я скажу. Видишь, он знает, что я хочу сказать. Запиши мой номер, переведу тебе гонорар. Я бы мог бы присоединиться к нам сейчас, брат, тоже 50 тысяч а себе добавить. Вы мне его гонорар скиньте, а я ему отдам. Слушай, я тебе сейчас серьезно говорю, покажи себе, как, бля, хотя бы чуть-чуть, как, вот, человек. Да у тебя этого нет, бля, ты здесь сидишь, пиздишь, бля. Тебе нахуй давно отсюда, бля. Ты, ты вообще, бля, кто вообще? Скажи мне. Есть транслейтер, есть переводчик. Короче, бля. Там, да, бля, вода в крови, там бурлит. Уже все понятно, да, что здесь говорить, бля. Таксиста кинул, кого кинул, кого. О чем не говорит, э. Да я тебя кинул в космос. У меня душа, бля, у меня душа, с твоей душой, короче, вообще. За три миллиарда. Затмил мою все светлое в этом мире своей душой, бля. Какие чертовище я буду кидать, бля. Еще буду кидать, я не отрицаю. Да, конечно, будешь кидать по тебе видно, ебать. Короче, бля, вот так вот, короче, как-то двигаемся, да? Да. Давайте, леща, просто, шварку отцовского, раку. Уставайся, бахну. Да ладно, живи, не дышать. Брат, мрат, мрат. Я понял, смотри, смотри, что-то. Смотри, что-то подержи. Подержи, подержи. Больше такого, короче, мы не говорим. А все? Э, э, ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, нет, тормози. Тих, 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 тих. Тих, 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 тих. Корот, я ебал, бля. Чудо, ебаный. А ты как ты пидорасом с тобой так шутит, бля, чмо, ебаная, бля. Пидорас. Я тебе гандома, подожди, я с тобой сейчас что сделаю, подожди. Чушка, ебаный. Вот это все, чума, ебучая. Я тебя, сука, устрою. Вот это у Ольфика сейчас праздник в голове, ебаный. Ай, хай, бур, тебе, бля, ай, хай. Ты ебаная, чума, бля. Я не хочу даже вставать, бля. Чиф ты ебаная, чума. Вас надо пиздить и дедки заберет, бля, вот и все. Маша, тебе пизда. Это было жесткое, если честно. Чмо, ебаная. Давай, залез сюда нахуй, бля. Я с головой ударил из-под тишка дичь. А пока, бля, я тебе кое-что засуну. Чистая дичь. Жесткая, если честно. Головой ударил, бля, дай сюда, подожди. Ты дичь. Подожди, у меня, бля. Блин, честно, жестко, Муран, честно жестковато. Поэтому я ударил, бля. Честно, жесткая ситуация, мы с такой-то не ожидали. Хотя, Алифредов, душевая, что это произошло. Я тебе, сука, бля, подожди, бля. Я честно сейчас... Я в рот выебу. Восемнадцатый дом. Тебя, черта. Тебя, черта, ебаного. Сука, бля, я тебя на тыре уничтожил. Я просто не хочу утромать, бля. Давай, иди сюда, дичь. Того, в рот, типа, не хочу утромать, бля. Кого ты можешь тронуть? Ты дичь. Ты дичь, шерсть, ебаная. Ты, пёс, ебливая, шерсть. Держи его в мя руках. Ебаная шляпа, сука. В мя руках держи, бля. Ты будешь мой хуй теребить, бля. Бля, боя, сука, бля. Ты, ебаный пиздор. Заткнись. Ладно, ребят, честно, я думаю, на этой ноте нужно уже идти к завершению. Бля, все, которые смотрят тоже, извините, пожалуйста, меня говоришь. Просто вот сами видите, какое положение, когда выходят матперемат, бля. Просто, бля, не знаю, что сказать даже. Не, швед каждый раз выводит Мураду на эмоции, честно. Не, просто было, значит, сейчас вообще. Это жёстко было. Пожалуйста, прости ты меня за это матперемат, я не хотел просто. Не, со стороны именно Игоря было максимально жёстко. Тебе, по-моему, этот удар, ну, никак не? Да нормально мне всё, я просто уже жду, чтобы эту пидораску возле подъезда поймать и посмотреть, как она будет верещать нахуй дичьей, бля. Тебя же, бля, шлюха, бля. Ты один не ходи домой, пидор, я тебя рот выебу. Ты один не ходи, не пошёрченными, бля. Не ходи один домой, живой. Так, так, бля, как шлюха, бля. Каждый видел пару видео, ты, бля, везу, бля, так, бля. Ну, вот ты так и будешь, падла. Бля, короче, не хочу, бля, говорить, отвечай, оставь, бля, вот эту тему, да, бля. Я вам 10 десятого часа. Мурад всегда говорит, как правильно, как если он умрад говорит, да, у всех, бля. Завали свой рот, бля, дичь. Просто завали свой рот, дичь. Из-под тишка дура ударила. Вот я его поймаю и в рот выебу этого черта. Я твой, бля, сука, бля, не хочу, чтобы ты ударил. Чисто одного его дождусь. Я так, чисто, ты, бля, тысячу рублей даже, сука, в желудоку не отрежь, бля, бля. Братья, ты охота с ним продолжать разговор? Конечно. Заканчиваем мероприятие. Буду тебя ебать сейчас, сушка. Как х**я мне нужен стердаун с моим х**ем пусть сделает? На коленях стоишь, я тебе шляпу поставлю. Ой, эй, эй, шутец, бля, шляпа, ты ебать. Я боюсь тебя, потому что потерят, бля, эй. Чёрт, бля. Ты мой х**й будешь сосать? Томожи, тетя, сука, эй. Я из-под тишка не прыгаю, как ты, нах**й. Чё, ты чё подойди вот чуть-чуть? Да не буду я ничего делать, ему сказал, нах**й руки убрал. Только без ударов. Нет, давайте без ударов сейчас. Я не прыгаю никуда. Всё, стань, стань. Ты нах**й можешь прыгнуть, да? Чуть попрыгнуть. Нет, пусть попрыгнуть. Сюда, сюда, сюда. Наоборот, Игорь, сюда. На, да, да, вот. Иди, сука, не примет, он тебя. Ну, а его соперником, можно сказать, принципиально, можно сказать, даже уже извечным соперником будет Игорь Швед. Бой на руках. Три раунда по две минуты. Рефери в клетке. Рефери в клетке Дмитрий Волуевич. На середину. Парни, правила знаете, внимательно слушаемая команда. У вас три раунда по две минуты. Покажите красивые иглы на честный бой. Руки пожали. По углам. Даже руки не пожали. Выходим. Судья. 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 Выходим, выходим, операторы. Выходим. Готов. Готов. Первый раунд. Пай. Итак, друзья, мы с вами сегодня присутствуем и смотрим очередной турнир хайпфайтинга. С вами буду работать я, Виталий Тарасов, и мой коллега. Ора Чубаря. И сразу с рубки. Начинается это легендарное событие. Это реван шведа и Мурада. Мурада легенды. Ну а как, ну как смотреть? Тут в монитор невозможно смотреть. Тут нужно смотреть в октагон. Потому что рубка нередко. Он попадает, Мурад, попадает. Не отолкаем, внимательно. Встаем. Швед упал на пол и сразу с ноги ударил. Сделал небольшое нарушение. Ну ой-ой-ой-ой. Какое попадание. Ой-ой-ой-ой. И видимо работа в клинче. Стоп, стоп, стоп. Мурад, попробуй. Стоп. Не проходи в ноги. Встаем. Бой по боксу. Пай. Мурад просто в бешенстве. Посмотрите на него. Заряжен. Пах. Пах. Но мы знаем, насколько терпелив Игорь Швед. И в первом бою он это показал. Пай. Смог ли он подточить скиллы к этому бою? Вот в чем основной вопрос сейчас и интрига данного противостояния. Я знаешь, как думаю. Если Мурад сейчас в первом раунде не выиграет, во втором, третьем раунде ему будет сложно. Потому что бензобак у него закончится. Но сейчас посмотрите, как Мурад заряжается. Какие удары он заряжает. Но Швед терпит. И здесь мы видим замечание от рефери, что придерживает. Ну да, однозначно не самые техничные элементы защиты от Игоря Шведа. Но он пытается. Он идет вперед. Швед уже весь красный. Посмотрите на его тело. От ударов Мурада. Парни заряжены. Ой-ой-ой. Не раздергивают. Бойцы сразу идут в атаку. И очередную рубку. Со стороны Мурада мы наблюдаем. Как будто бой, знаете, возле клуба. Ребята сцепились. В клинче придерживает Мурад своего оппонента. И рефери разводит бойцов. Ну, надо признать, рубка хорошая. Парни молодцы. Если честно, рубятся до того. Оба вышли драться. Да, точно неаккуратничать. Но вопрос, сможет ли Игорь Швед нанести значимый урон своему оппоненту в этом бою? Ну, пока в первом раунде Швед ничего не смог сделать. Пока вот в одну калитку Мурад забирает первый раунд. Я бы даже ему 10-8 отдал. Потому что, на мой взгляд, он выходит в форме еще, опять же, по его физическому сложению мы видим, в форме еще хуже, чем на первый бой. Я с тобой согласен. Потому что я у него спросил на пресс-конференции, тренируешься ли ты? И он мне сказал, что да, тренируется 3 раза в неделю. Но я по форме физической, да и в целом по бою вижу, что не тренируется. Что максимум один, да? Да, да, максимум один. И то качалочка так чисто, и все, и домой. Но я вижу, что именно конкретно противостояние этих парней не затухает. Помимо ринга они постоянно, я как вижу, переписываются, находятся в каком-то диалоге, такой небольшой ненавистью друг другу. Да, есть, есть, есть такое. Выходим. Капа на месте. Капа. Так, ну что ж. Готовятся бойцы ко второму раунду. Посмотрим, закончился ли бензобак у Мурада. Но я думаю, вроде нет. Вроде еще более-менее нормально дышит. Как будто второй раунд еще сможет такой же темп держать. Итак, смотрим. Стоит на месте Мурад как будто выжидает своего оппонента. Ну а Игорь Швед по-прежнему идет вперед. Пока безударно, но идет вперед. Швед дергает. Точнее, Мурад дергает его, но Швед не винется. Да, мы знаем, что Мурад занимался борьбой. У него такие раздергивания больше борца. Попал. 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 Попал сейчас. Попал сейчас. Он попал. Еще раз попадает. И будет ли апсет года сегодня? Смотрим. Смотрим. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Вот эту рубку мы наблюдаем. Стоп. Мурад прям видно. Пытается максимально зажать оппонента канатом к углу. Да. И видим то, что у Мурада разбит нос. У него прямо сейчас кровь. Да. И мы ее видим на локтях Игоря Шведа. Да, да, да. Однозначно попал по Мураду. И я думаю, что, возможно, после такого немножко бой поменяет свой ход. Но пока по-прежнему Мурад налетает. Я что могу сказать? То, что бой по боксу этих парней намного лучше смотрится, чем бой по ММА. Однозначно. Где мы видим действительно хоть какую-то конкуренцию. Однозначно. Однозначно. Вот я как комментатор, как зритель с удовольствием смотрю этот бой. Потому что это очень интересно. Парни реально рубятся. Да, и уже не кидается так отъявлено. Марат вперед. Пропустил. Мурад, да. Мурад, да. Мурад, да. Вперед пропустил несколько ударов. Ну, нос разбит. Нос разбит. Я думаю, уже немножечко как бы... А там как будто локоть из воротов был сейчас от Игоря Шведа. Я не знаю. Там все что угодно может происходить в этом бою. Я не удивлюсь. Да. Бескомпромиссность. Вот настоящее название этого противостояния. Слушай, ну ты знаешь, Мурад больше ударов нанес. Но Швед как будто... Я лицо его не вижу, но как будто целый. Да. Мурад всегда стоит, он использует свои необычные элементы защиты. Он сейчас плотно пропускает. Что за удар делает Мурад? Мурад уже злится. Злится, что не все получается, что не падает Игорь Швед. Но Игорь Швед как ничем не бывало, он вперед. Для него это не новое. Не, 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 не. Я сейчас посмотрел. У Шведов все лицо красно-синее. Поэтому все-таки удары Мурада до него доходят очень хорошо. Ну что, пока? Пока первые два раунда я считаю, что Мурад забрал. Мурад забрал. Да, нос разбит. Уже как бы силы на пределе. Но забрал. Посмотрим сейчас, что сможет сделать Швед. И вот был такой яркий элемент, когда Швед смог его встретить сейчас. Да. И немножко как будто на секунду это переломило. Причем два раза. Он в доз попал. Потом еще боковой попал. Как будто немножко переломило этот ход боя. Но увидим сейчас, сможет ли Игорь развить успех в третьем раунде. Потому что, ну, уж очень много у него дыр в защите. Ну, парни дерутся вообще в открытую. Без блока, без тактики, без техники. Просто рубятся. Просто вышли убивать друг друга. Да, да. Секундант. Секундант. Выходим. Секундант. Шаг назад. Стоим. Выходим оператор. Стоим, стоим. Шаг назад. Третий раунд. Ну что, поехали. Третий раунд. Первые два, как мы можем предположить, остались за Мурадом. И третий раунд сейчас. Чтобы Свету что-то решить в этом раунде, ему нужно делать какой-то апсет. Либо сажать своего оппонента, либо как-то еще выигрывать. Мурад дикий прям, знаете, вот эти вот спурты его. Вот он прям пугает под шаг и начинает просто лупасить. Месить. Да, все. Пытается он выбить из своего оппонента Игоря Шведа. Швед не может встречать его. Ему нужно просто хотя бы научиться джепы закидывать вперед. Встречать Шведа. Зачем Мурада. Мурад запугивает и начинает град ударов наносить. И Швед все, все принимает на себя. Да, Игорь Швед уже не кидает ничего в ответ, когда оппонент к нему сближается. Он просто перекрывается в свою защиту и ждет, пока рефери разведет. Странно, с метро Люблиной я смотрел, Швед смотрелся поинтереснее. Я не знаю, почему он не пробует сделать атаку Да, и заждались мы уже эту атаку Вот сейчас попытался швед встретить на левый джеб Но не получается пока Все-таки большая разница именно в физической силе у этих ребят Ой, хорошо попадает Мурада И завертела шведа И вот неправильно Мурад делает, что сближается в этот кринч Ему можно держать дистанцию, работать с нее Тогда удары будут более амплитудными Сюда, байк, байк, сюда Я думаю, просто не тренируется швед Пах осторожно По боксу Повыше, выше, выше, внимательно Поэтому не понимает, что ему делать Готов продолжать Нормально? Боец, боец, боец На середину И бой продолжается Да, сегодня эти парни дарят нам зрелище Да, однозначно Я прям с огромным удовольствием смотрю этот бой И кайфую В лучших традициях Mortal Kombat И стоит Мурад на месте, шатается Выдергивая этим самым оппонента Просто скорпион Скорпион из Mortal Kombat Вот этот встретил Шведы сейчас, Мурад будет мстить Что творится? Стоп! Что творится? Просто как будто бой Роби Лоуэр и Дональд Макдоналд Перекакивав Дональд Десерона и Роби Лоуэр Да, я скорее думаю, что это Карлос и Кандиды Роби Лоуэр будет Очень сильное противостояние Минут бал, предупрежда, за волосы не хватает Сейчас мы можем что-то наблюдать из него Еще одно нарушение, еще одни баллы Роби Лоуэр и Роби Лоуэр тоже Очень поистине сильное противостояние Но все-таки стоит отметить, что Игорь Швед очень волевой парень Уже много пропустил он ударов. Как будто пытается каждый раз при своей атаке Мурат его сломать. Но Игорь идет вперед, как я уже не раз подмечал. Даже пробует раздергивать сейчас. Видимо, получил какие-то наставления от угла. И все, заканчивается эта дилогия. Смог ли швед переломить ход судейских решений? Мы сейчас узнаем. Ну, парни опять дают друг другу по рукам. Я думаю, на этот раз уже точно все. Уже продолжать нет смысла друг на друга газовать. То есть трилогии не будет? А какой смысл? ММА забрал, руки забрал. Я думаю, если даже подключат руки и ноги, ничего не изменится. Так что трилогии не будет. Все, Мурат швед, я думаю, на этом жирная точка. Ну, какая большая карьера ждет у парней впереди. Бойцы на середину! Ну, шведам надо начать тренироваться. Иначе это не карьера. Иначе ему сложно будет пробрать под себя оппонентов. Не, он и подберет. Просто бедная его голова, которая принимает столько ударов. Конкурентный оппонент. Это да. Я знаю, я все вещи не знаю. Все, все, давай. Давай, давай, что-то. Иди сюда, я с кого еще разговариваю. Давай. Это всегда разговариваю. Давай, давай. Мы еще разговариваю. Беда. Остану хоть, где мы вообще здесь? Слышите. Единогласно, правильно? Да. Я там тоже убил. Единогласно, да? Единогласным решением победу одержал Мурат «Легенда». Мурат, не теряйся, не теряйся. Я что, поздравляю тебя? Вообще, а... Что? Что? Не, 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 не хватай микрофон. Всегда борец кинулся, и борец кинулся. Этот? Здесь, брат, всегда поскидываю. Ты сейчас завершил карьеру? Ну, мы так кайфуем. Сейчас, видите, да, подраться. А смотри, вообще будут следующие бои или нет? Может, будет, может, не будет. Не будет? Может, будет, может, не будет. Посмотрим дальше больше. Если хороший карьер, наверное, будет, может, подумаю. Как же с Вадимом? Вообще, смотри, Вадим, ну, ты его знаешь, да? Знаешь ты его? Да, конечно. Он хочет с тобой провести... А что ты здоровый, что с тобой? А-а-а-а, Вадим хочет с тобой провести бой? Я много раз говорил, что не хочу с ними, и все, и дома было все такое. Он всегда просится, просится, просится. Подеремся, да, что делать. Тоже человек говорит. Че, что спортивный интерес? Я тебе разок, чпок, чпок, и все. Да, конечно, конечно. Че, организовываем бой? Делаем фаст-фейс? Давай, погнали. А что тогда? Человек просится, просится, а че вы двигаете заработаете? Иди сюда. Вадим с нами двигается. Да, да, двигается. Давайте на центр. Позоверя, центр, центр. Ты опасный. Я просто не знаю, что вы говорите, хочешь, не просто так бы, хочешь. Вадим, ударь его, ударь его, Вадим. Попробуй. Дай еще ему, Вадим. Просто попробуй, вот, башку оторву. Ну, давай. Давайте всем самым олег, удачный вечер. Игорь, давай, скажи пару слов по бою. Браво, деньги. Крови реально очень много было. Непонятно, твои или его. Мне казалось, ты вот как-то не хватило вот к воле, что ли, к победе, возможно, немножко. Че скажешь? Я просто плохо слушал своего тренера. Я слышал, он мне постоянно из угла орал, иди в атаку, иди в атаку. Если честно, я в голове считал удары, че ему попадал. Мне, если честно, казалось, я первый и третий раунд забрал. Я не знаю, как... Ну, всегда свой бой, кажется, лучше там, что провел со стороны, виднее. Просто маленько тренера не дослушал. Если бы его слушал, шел вперед. Возможно, результат был бы другой. Как вы видите, у меня все лицо целое, но весь канвас в крови. Делайте выводы. От носа! Базара, нет. Игорь, вот ты нас не посмотри. Я тоже пробиваю. Твоей. Если носа в кровь еще, ты что, проиграл, что ли? Ничего. Ничего не проиграл. Я вообще считаю, когда бой досрочно не закончился, я вообще считаю, нету ни победителя, ни проигравшего. Для меня побеждает тот, кто закончил бой в конце. Всем добра. В конце третьего раунда время осталось очень баллов. Было понятно, что проиграешь. И третий, я тоже кричал в атаку, в атаку. Но ты вот как-то не сдвигался. Это вот какое-то вот опасение было, что ли, пропустить или как? Да, было опасение пропустить. Потому что, честно скажу, я уже задышал в третьем раунде. И маленечко бок заколол. Было опасение дернуться вперед, что он выкинет дурачка, я пропущу и упаду в нокдаун. Вот этого переживал. Спасибо, Игорь, большое. Спасибо вам за этот бой. Мурат. Спасибо организации хайпфайтинг. Спасибо Альфреда. Спасибо Асхабу Тамаеву, что даете возможность драться с хайповыми людьми. Также спасибо Мурату. Спасибо всем моим соперникам, кто разделил со мной этот октагон. Реально ко всем уважуха и процветание этому проекту. Для меня то, что вопросы закрываются в этом октагоне, этого многого значит. Потому что раньше мы где-то на улицах могли драться, еще где-то. Каждый из нас неоднократно там бывал в местах лишения свободы. Поэтому пусть мы лучше здесь будем все выяснять. Благодаря таким вот, как Альфреда и Асхаб, еще и зарабатывать на этом деньги. Всем спасибо. Процветание проекту. Смотри, вот конференция у нас была. Я Альфреду сказал, если я выиграю, сто тысячи, короче, он, как изговорок, анализ у нас там, ну сколько, да, то сто тысячи добавляешь. И эти сто тысячи, короче, я сказал, детям-инвалидам, короче, туда отправим. Правильно? Было такое развивание? Если я выиграю, правильно? Было. Сто тысячи. Сто тысячи есть у нас, короче, все. И еще. Да, от себя до 50. Да, да. И от меня 50. Мурат, а ты можешь своему дорогому брату Асхабу сто тысяч тоже одолжить? Конечно. Не, брат, нельзя же брать. А что ты его не даешь? Нельзя, брат. За собой чувствуешься, да, я с тобой? Не, не, не. Э, смотри, еще что хочу сказать. Вот эти деньги, короче, да, вот отправлю я куда надо, и на этом разговор закончен. Какой разговор? Ну вот это, да, все, наша концерт, как говорится. А драться-то будет? Да, конечно же, я сказал, буду. Кто следующий соперник, Вадим, да? Нормальный гонорар будет, короче, подумай, какой будет. Нормальный, сколько? Ну, посмотрим, да, там. Ну, сколько? Ляма 3-4. Подумаем, да. Да. И соперник хороший, короче. Соперник еще очень, смотри, у нас Вадим есть. А потом еще по Гарольд за гонорар, еще другой боясь, правильно? Да, да, да. Все, Мурат, поздравляем тебя, поздравляем. Еще одно слово. Саламу алейкум. Еще одно слово спасибо спортклубу «Гигант», вот Гарольд, его основатель, хозяин. Спасибо этому спортклубу за подготовку. То, что я там проигрываю, выигрываю, это, думаю, никому не интересно, это хайп. Это, я хочу посвятить моей единственной дочке Заринке. Папа скоро приедет, люблю тебя, Зарина. Хай-хай, бля. Всем детям, салам. С клубу «Гигант» отдельное спасибо за подготовку. Таких бойцов, как я и еще многих других, которые делают победы, а не только хайпуют. Но в любом случае главный трэш-токер и Конор Макгрег России тут находятся. Если кому охота открыть попкорн и смотреть новую серию лютого моего трэш-тока, то пишем все вот эти комментарии. Шерсть, Мерс, 9-0, уйдешь как Хабиб с поражениями и так далее. Все ваши комментарии читаю и кайфую, смеюсь за хлеб. Все, спасибо, Игорь. Спасибо.